Вор в законе DataSwan. Цель практически каждого вора в законе, стать смотрящим по городу. Пост теневого руководителя обеспечивает ему уважение и влиятельность среди других представителей криминального мира. Но, получить такую должность в родном городе не всегда оказывается просто. Многие законники переезжают из одного города в другой, стремясь закрепиться там, где меньше всего конкуренции. Несколько подобных попыток совершил и вор в законе DataSwan, но пока, все они оказались безуспешными. Биография Георлиани Давид Нукзарович появился на свет 25 июня 1972 года в селе Гульрипше, располагающемся на территории Абхазии. Первые новости о нем в средствах массовой информации появились в 2003 году, когда суд города Москва вынес для него приговор о лишении свободы и сроком на 10 лет. Во время отбывания наказание сразу же отличился своей жестокостью и беспринципностью. Молодому преступнику показалось, что сотрудники администрации колонии слишком жестокие по отношению к зэкам. Этим он вызвал на себя негатив со стороны надзирателей, которые неоднократно отправляли его в штрафной изолятор, зато, стал уважаемым человеком среди своих сокомерников. Коронация сразу же после освобождения Георлиани направил все силы на то, чтобы найти для себя влиятельный круг общения. Он стал посещать свадьбы и мероприятия нужных для него людей. В 2013 году он женился на девушке, являющейся дочерью вора в законе Вальтера Джаджея. Тесть взял под личную опеку своего новоиспеченного родственником и стал инициатором коронации, состоявшейся в Турции в марте 2014 года. В криминальном мире он стал известен по прозвищу Дата Сван. В одворении стран с этих пор для расширения собственной влиятельности он стал посещать различные страны, с целью укрепить свой авторитет. Но, так как все переезды его были нелегальными, у него зачастую возникали проблемы с сотрудниками правоохранительных органов. В октябре 2015 года его задержали в Москве, после нескольких дней пребывания в следственном изоляторе, он был выдворен в Грецию. Следующей его точкой, где он пожелал заполучить влиятельность, стала Украина. В Одессе у него оказалась весьма неплохая поддержка и были все шансы для того, чтобы стать смотрящим, но этого не случилось. Вскоре здешние правоохранительные органы взялись за его кандидатуру и выдворили его в Грузии за то, что он незаконно пребывал на территории страны и использовал для этой цели фальшивые документы. В Грузии также у него возникли проблемы, связанные с незаконным пребыванием и ношением статуса вора в законе. Но, во время выяснения обстоятельств Датас Ван не спешил называть себя криминальным авторитетом, сказав, что он является свободным художником. На этот раз ему удалось отделаться лишь штрафом в размере 6500 лари, из страны он выдворен не был, так как после проведения разбирательств правительство Грузии признало его своим гражданином. По всей видимости, авторитет ему не удалось закрепить и в Грузии, так как известно, что позже он был выдворен их Казахстана, также известно, что какое-то время он проживал в Турции и Египте. Что с ним сейчас? Так как наибольшую влиятельность Георля не нашел в Одессе и здесь для него были весьма неплохие перспективы становления в криминальном мире, он совершил попытку вновь вернуться на Украину, но из-за наложения вторых летнего запрета сделать это оказалось для него невозможно. В начале года его задержали в тот момент, когда он попытался пересечь границу страны, а через несколько месяцев его вновь арестовали за подобные правонарушения и доставили в специальное отделение, предназначенное для мигрантов. В настоящий момент его судьба продолжает оставаться под вопросом до тех пор, пока не будет завершено судебное разбирательство. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей, ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.